Поэтому, когда меня спрашиваете, почему одному помогло, другому не помогло, у одного есть эффект, у другого нет, один слышит, другой не слышит, у нас у всех разная архитектоника нашего тела и кровообращения нашего, поэтому и симптоматика идет разная, поэтому нужно продиагностировать сначала, а потом убирать. Сейчас убираем мы с вами уже, я уже не буду говорить про правый венозный угол, он такие же нам дает разнообразные картинки, да, поэтому первоначально с вами отрабатываем, просто поглаживаем. Если у нас люди, которые не занимаются лимфатическим массажем, вы уже специалистами будете, а они не знают, что с собой делать, мы рекомендуем им, вы сделали массаж один раз в неделю, мы рекомендуем прогладить сначала, что область левой ключицы направляет движение, ваше поглаживание, да, идет в область куда? Куда? Лево-венозного угла, затем, ну хотя бы по 7 раз, да, чтобы какое-то изменение произошло в ткани, затем мы с вами делаем по направлению движения, правая ключичная зона идет у нас куда? К венозному уголочку, потом мы делаем, устраняем застой шейный, шейный слева, куда ведем все? Поглаживание ведем в венозный угол слева, затем справа ведем, иногда уже головокружение возникает во всем теле и говорят, что вы сказали, Ольга Ивановна, все это становится плохо мне после этого, значит у нас нарушен как раз кровоток. После того, как мы с вами отработали шею, кладем руки на плечи, левое плечо, левое плечо, прилипаем к левому плечу, у нас лимфа выше лопатки идет в венозный угол, выше лопатки все идет сюда, поэтому направляем движение в левый венозный угол, с левого плеча, вот сюда вниз, здесь правая зона у нас отрабатывается, следующий этап. И когда мы подготовили венозный угол снизу, мы тогда переходим с вами к затылочным и лефатическим узлам, затылочные и лефатические узлы у нас под линией волос идут, вот они внутри, поэтому мы отсюда будем проглаживать и вести куда? В область венозного угла, сзади будем вести вот сюда, можно так вот ручки положить вместе, чтобы они соприкасались и потихонечку застойную поверхностную лимфу убираем сюда с затылочка. Теперь приходим к ушкам и захватываем переднюю ушную лимфатическую и заднюю ушную лимфатическую, прилипаем пальчиками сюда и начинаем с вами делать отток лимфы вниз по направлению к венозному углу. Вот это поглаживание и есть убрать шейную удушку, как старики говорят, да, обязательно каждое утро. Даже если вы не успеваете массаж делать классический лимфатический, вы делаете вот такое поглаживание для того, чтобы отобразить движение лимфатических линий и в результате у нас отток пойдет сам с учетом притяжения земли. Только это не люжа надо делать, теперь сообразили, а как? Проснулись, сели и сидя, когда мы с вами отрабатываем голову. Теперь приходим к носогубной ветке и носогубную ветку однозначно выравниваем, чтобы кривой нос не был, чтобы нарушения на сетчатке глаза кровообращения не было. Мы убираем застой, который у нас должен убрать проблему слезного канала. Как, молодой человек, вы скажете, ощущение у вас возникло сегодня при устранении? Все нормально. Все нормально, это здорово? Все нормально. Это здорово. Здесь у нас левый венозный угол. Что показал? Какое ощущение было в голове? Прекрасное ощущение в голове. То есть даже поглаживание уже вот эту асимметрию каким-то образом уравнивает. Теперь после того, как мы с вами отработали область венозного угла и область носогубную, мы с вами пойдем к челюстным левоотическим углом. Куда они у нас плывут? К носогубным, у нас к ушным левоотическим углом, переднеушным. И затем выпрямляем вниз. Вот так вот делают, а продолжить вниз не делают. Значит, вот мы с вами взяли. Потом мы взяли мышцы губ и опять туда привели. И опять опустили здесь. То есть мы с вами проблему. Вот и стоматологический, товарищ стоматолог, это как раз у нас левоотический массаж. Вот так вот я могу сделать. Затем мы с вами можем глазики пройти. И глазки, вот одна треть, самые краешки глазок у нас мы должны оттащить застой к передним ушным левоотическим узлам. И отправить сюда. А две трети глазки мы должны с вами отработать. То есть лимфу сдвинуть. Это я пока просто глажу, да? Мы должны убрать сюда. И так же сплавы левоотическим узлам куда? Направить на сагубную левоотическую узлу и опустить вниз. И только потом мы с вами приходим к тому, чтобы выправить кровообращение в голове. То есть мы пойдем с вами лимфу нашего черепа, который застойный убирать, да? Поэтому мы с вами будем положили ручки на серединочку, да? И через ушки передне ушные и задне ушные лимфодические узлы опустились вниз. Положили, ощутили, опустили, положили, ощутили, опустили передне ушные и задне ушные. Проблема лобных лимфодических сосудов у нас, это мы что? Выводим куда? На передне ушные и выводим сюда. Вот это движение делаем, да? И осталась у нас затылочную часть. Мы как будем вести с вами? К затылочным лимфоузлам, а затем к генозному углу. Я вам ответила на вопрос, да? То есть направление движения лимфы, таких постов у меня много. Можно смотреть на пациента с различными заболеваниями. Устранив лимфостаз головы и шеи, мы восстанавливаем саморегуляцию в организме, регуляцию гормонов, регуляцию пигментации, регуляцию шагментов, устраняем нарушение рефлекса желчевыделения, то есть без головы, хорошо провоснабжаем, корректируем тело. Мы тело поправили, голову не поправили, получаем дуб мочал и начинаем сначала. Нужно будет ходить к массажисту, который занимается телом, но не головой, длительное время, потому что голову не подключили. Всем удачи! Ежедневно, начиная прием пациентов, я у них определяю состояние мозгового кровотока. Ибо какие бы вы не делали мероприятия со своим телом, какие бы вы таблетки не пили, у таблетки рук нет, мозговой кровоток таблетка не поменяет. А пока нарушен мозговой кровоток, мозговой кровоток у нас чаще всего нарушается с венозного угла. Вот это разные варианты венозных углов. Ну, если посмотреть с головой, чтобы вы меня поняли, да? Вот у нас вена, шеи, вот у нас артерия за ней идет, вот это венозный уголок. И мы говорим, пока у нас увеличенные лимфатические узлы в ответ на воспаление, которое может идти в носоглотки, ренит, бронхит, далее гастрит. Пока идет здесь воспалительный процесс, у нас получается сдавление механическое и артерии, и вены. На УЗИ сосудов, шеи головы. Сегодня у нашей пациентки мы находим, что у нас разные скоростные показатели. По ходу позвоночная артерия нам как раз венозный угол характеризует состояние. И по мере приведения себя в порядок, когда мы приводим себя в порядок полгода, представляем, что до этого у нас было с этим состоянием, да? Далее мы общую сонную артерию, это до серединочки шеи, общая сонная артерия. А дальше она у нас разделяется на внутреннюю сонную и наружную сонную. И мы говорим, что в данный момент наиболее выражена асимметрия кровотока 68 и 72 в области середины шеи. Из-за того, что у нас задержка идет внизу, смотрим позвоночную артерию, 52 и 58 асимметрия, да? Обычно пишут про эту ситуацию, а у нас должны быть примерно одинаковые, да, эти показатели. Пишут, что гемодинамически незначимо. Это пишет доктор УЗИ, он с пациентом не общается. Та дама, которая делала вам УЗИ, она вас не спросила, у вас голова болит? У вас голова кружится? То есть она не знает вашу симптоматику, поэтому ей остается написать гемодинамически незначимые показатели. А мы с вами начинали с какого основного симптома полгода назад по голове? А так и была левая сторона. Левая сторона. А что левая сторона? Это головная боль, это головокружение, это метеозависимость. Что превалировало среди этой симптоматики? И вспоминайте, сейчас у меня когда болела вся половинка левая, и живот в том числе, вся левая половинка была у нас с нарушением кровообращения. Поэтому это было тяжестью, это было болью, это было что? Это было что-то я не то съела, и у меня вся левая сторона болела. То есть это все-таки боли, то есть превалировали боли. Боль, это застой. И мы тогда уже говорили, сколько лет продолжалась эта левая сторона вас беспокоила. Много ли? Нет, ну сначала вообще не обращаешь внимания. А потом? А потом можно назад отсчитать 5 лет. 5 лет или 10 лет, уже и не помнится, да? Сейчас это меньше стало? Меньше. После диафрагмального дыхания и лимфатического массажа, и прайм-теста мы еще тут питаемся правильно. Наша дама перестала чувствовать разное тело. Половинки теперь более-менее соединились. Вы человечек единый стали? Лучше встала, но разница. Но еще разница есть. Так вот в чем, ребята, разница? Вот она как раз в этом и разница. Если мы ежедневно с вами дотягиваемся до венозного угла, венозный угол проверяем мы с вами по уровню скорости в позвоночных артериях, значит мы говорим о том, что недоработан венозный угол. И мы определили, что состояние венозного угла у нас наиболее подходит вот этот вариант, это разные варианты, когда мы перекрываем мозговой кровоток и поймали при диагностике ощущение еще и сердечного кровотока. А самое главное у нас мозговой и сердечный кровоток. Я до сих пор чувствовала. Вот до сих пор чувствуете, потому что у Эльвана всего-навсего пальчики подержала, то есть я проводила диагностику пальцами и мы вот эту асимметрию поймали. Значит додерживать в области венозного угла, где просто переплетение, еще раз внимательно, настолько переплетаются у нас сосуды, которые идут в руку, которые идут от сердца и которые идут в голове. Они настолько по-разному могут увеличиваться в зависимости от этого воспаления, что и ощущения возникают различные у всех. То есть не бывает одинаковых людей, у которых вот это исследование сосудов, то есть УЗИ сосудов, оно одинаковое, оно у всех разное. Наша задача не умолствовать лукаво, а приводить эти показатели в состояние соответствия. Дмитрий, который мне пишет о своих сосудах, у которого есть атеросклеротическая бляшка, он тоже пишет о проблемах мозгового кровотока. Значит Дмитрий, у вас правая сторона страдает. Если страдает правая сторона у нашей дамы, левая сторона, значит мы начинаем с того, что отрабатываем здесь левую сторону, как следует вы правую сторону, но в итоге мы должны и ту и другую сторону дорабатывать, дорабатывать до устранения ощущений, которые мы поймаем. Не давя, сейчас наша дама сама себе поставит пальчик, да, на левую сторону, или два пальчика, вот как я поставила, или один пальчик, как удобненько пальчиками, просто положат, потому что два человека подержали эту шею и асимметрию мы выловили. Вот теперь нам надо ее выровнять. Значит достаточно времени, не 21 держать, вы 21 держали, да, услышали, что 21, я говорила, минимум 21, должен быть результат вашей работы, то есть снижение ощущений, которые мы поймали. И тогда мы будем говорить, что на каком-то определенном, ну будет у вас это пятый сеанс, там или 20, или 105, мы должны потерять ощущения, которые идут от венозного угла. И если мы потеряли, мы молодцы. Но я что хочу сказать, наша дама, а возраст какой? Почти 63. Почти 63. Наша дама имеет сейчас гораздо лучше мозговой кровоток, нежели я наблюдаю у наших молодых ребят. До 60% мы сейчас наблюдаем перекрытие лимфой снаружи, а затем внутри нарастание атеросклеротической бляшки мозгового кровотока. Значит с одной стороны он на 60% сильнее, нежели с другой. Где разорвется сосуд при инсульте? С той стороны, где шурует кровь, где она сильно бежит. А это противоположная венозному углу сторона. Будьте внимательны, постов у меня очень много, которые рассказывают о тонкостях выполнения работы с венозным углом. До светлой вам головы! Разно-полушарная функция, вот она идет проблема конкретно, ишемия мозга. Практически у всех ишемия мозга больше справа, больше слева. То есть вот в этих исследованиях мозга там все написано. Вот завтра еще кто ко мне идет, порасшифруем эти дела. И наша задача, что смотреть, нам надо убирать это все, окей? Проявляется это как? Тяжелая голова, тупая голова, больная голова, да? Кружится голова. Кружится голова вообще, ну что такое эксгеймер? Это потихонечку снижается мозговой кровоток. С головными болями жить нельзя, это катастрофа, это разрушение организма всего, окей? Поэтому никакие головные боли, все с помощью лимфатического массажа мои пациенты убирают эту тему. Нет такой проблемы головной боли. Это мы убрали ишемия, окей? Как это невозможно убрать? Есть ли накопление, избыль? Еще один вопрос, почему с лимфой надо работать очень легко. Лимфатические узлы поверхностные лежат сразу под кожей. И если мы не освобождаем поверхностно легко вот этот поверхностный слой, то не разгружается и глубокий. Вот посмотрите, пожалуйста, мои пальцы, они едва прикасаются к коже. И если они едва прикасаются к коже, то значит мы с вами сейчас поверхностно разгружаем лимфатические узлы. А наша пациентка слышит большой палец, какой ноги? Правой, левой? Левой. Левой ноги. Вот отсюда, с правой стороны, надключично, если мы работаем поверхностно, мы вот эту всю сетку лимфатических узлов, которые покрывают, дошли. В голове какое место реагирует на это? У нас реагирует левая гемисфера головного мозга. Затылок, да? Затылок. Затылок, отлично. Еще что реагирует? Лицо. И лицо. Правая половинка, букальная лимфатическая узла и ушная лимфатическая. Только когда все обнулится, мы можем... Субтитры создавал DimaTorzok